МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начинаем информационный день субботы на ЮЭТВ в студии Дарья Вершилинко. Здравствуйте. 49 раз за минувшие сутки российские оккупационные войска открывали огонь по украинским позициям на Донбассе. Об этом сообщают в штабе АТО. 27 обстрелов было на Донецком направлении. Там боевики выпустили 8 снарядов из тяжелой артиллерии по Красному Пахарю и Зайцевому. По позициям в Авдеевке, Майорске, Зайцево и Луганском оккупанты стреляли из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. По пескам и шахте Бутовка применили тяжелые минометы. Около 40 снарядов 152-го и 70 мин 120-го калибра выпустили по Светлодарску. Вблизи Луганского и Зайцева боевики задействовали боевые машины пехоты. На Мариупольском направлении оккупанты вели огонь по укреплениям в Марьинке, Водяном, Широкино, Гнутово, Новотроинском и Старогнатовке. По укреплениям в Березовом ближе к полуночи оккупанты задействовали тяжелую артиллерию 122-го калибра. В Гнутовом дважды проявил себя снайпер. На Луганщине враг обстрелял украинских армейцев из гранатометов. В желтом и золотом в станице Луганской открыл огонь из 82-мм минометов. Попасно применил стрелковое оружие. На Крещатике прошла репетиция парадных расчетов и военной техники ко Дню независимости Украины. До этого участники тренировались на взлетно-посадочной полосе аэродрома «Авиант». 24 августа в параде примет участие более 4000 военнослужащих Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Госпогранслужбы, сотрудников национальной полиции. Торжественным строем по главной улице столицы пройдут военнослужащие Украинско-Польско-Литовской бригады, резервисты и ветераны АТО. Бойцы Вооруженных сил Украины впервые продемонстрируют новые образцы парадной и повседневной формы. Также в параде участвуют 200 единиц военной техники. Министр обороны лично побывал на репетиции парадных расчетов. Среди техники, участвующей в параде, нет ни одной единицы из зоны антитеррористической операции. Эта техника пришла с заводов, где прошла модернизацию и капитальный ремонт. Также есть несколько единиц техники из учебных центров, где проходит обучение наши военнослужащие. После завершения парада вся техника на следующий день, когда отдохнет личный состав, отправится в военные части. На административной границе с Крымом и на Донбассе сохраняется напряженная ситуация с безопасностью. Об этом заявил президент Петр Порошенко во время телефонного разговора с вице-президентом США Джосефом Байденом. Собеседники подчеркнули важность политико-дипломатических усилий с целью деоккупации Крыма и продолжение усилий, в том числе и в рамках нормандского формата, с целью выполнения России и минских договоренностей. Байден заверил в последовательной позиции США относительно непризнания оккупации Крыма. Стороны также обсудили предоставление в ближайшее время Украине транше МВФ и кредитных гарантий США. Визит Владимира Путина в Крым – это пренебрежение принципами и нормами международного права. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины. В ведомстве выразили протест в связи с несогласованным с украинской стороной пребыванием президента России в автономной республике Крым и городе Севастополе, которые являются неотъемлемой частью Украины. Киев неоднократно подчеркивал недопустимость несогласованных пребываний российских чиновников на суверенной территории Украины в ее международно признанных границах. Российскому МИД отправлено соответствующую ноту протеста. Напомню, что 19 августа президент России Владимир Путин прибыл на оккупированный полуостров, чтобы провести совещание с членами Совета Безопасности Федерации. 24 августа 1991 депутаты Верховной Рады пели гимн сечевых стрельцов, а за независимость голосовали даже коммунисты. Чрезвычайное заседание Верховной Рады у СССР было созвано через три дня после подавления путча консервативных сил Советского Союза. Они стремились лишить СССР демократических преобразований. Как путь стал спасательным кругом для Украины, расскажет Наталья Проценко. 67-летний Григорий Куценко вспоминает жизнь в Советском Союзе без ностальгии. Ведь свою молодость провел в концлагерях и тюрьмах. Говорит, советский народ страдал от инфляции, коррупции, дефицита товаров, роста цен и преступности. Он не хотел молчать, считал, что Украина может существовать лучше, отделившись от СССР. За свои убеждения пришлось отсидеть четыре года, вспоминает активист. Сидел в лагерях для политзаключенных в Мордовии, на Урале. Три лагеря и пять тюрьм. Такое вот вознаграждение получил в России, откуда я вернулся с лагерей в Подмосковье. Поэтому августовский день 1991 года стал для него спасательным кругом, как и для Украины в целом. 25 лет назад на просторах бывшего Союза состоялась попытка государственного переворота. Она вошла в историю как путь ГКЧП. Группа заговорщиков стремилась вернуть СССР без демократических преобразований. Но люди разных национальностей объединились и выступили против заговорщиков. Среди защитников Белого дома тогда был и Георгий. В тот момент не было межнационального или межрелигиозного несогласия. Было около 30 тысяч человек. Не было ссор. Все понимали, стоит за свободу. Никто не смотрел, откуда ты родом, твое вероисповедание. Именно попытка государственного переворота и дала толчок для украинцев окончательно отделиться от Советского Союза. То, что нужно провозглашать независимость, не вызывало сомнений ни у кого. Даже у коммунистов, вспоминают очевидцы. 24 августа 1991 года Верховная Рада приняла акт провозглашения независимости Украины. Депутаты в зале встретили результаты голосования бурными аплодисментами. Однако всего этого могло бы и не быть, если бы не сотни тысяч украинцев, которые хотели одного. В зале чемпионов на Олимпийском презентовали форму, в которой наши паралимпийцы будут бороться за медали. 15-летние паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро пройдут с 7 по 18 сентября. Украину на этих соревнованиях представят 155 спортсменов. Среди первых ценителей спортивной моды была и наш журналист Елена Дидух. Впервые парадную и спортивную форму паралимпийцы демонстрируют публично. Немного волнуются, но выглядят не хуже профессиональных моделей. Самый титулованный манекенчик – пловец Александр Мащенко. Он участник четырех Олимпиад, с каждой из них привозил медали. Александр Мащенков, 14 лет в Сиднее, наймолодший паралимпийский чемпион истории паралимпийского руха. Очень комфортная форма, мне нравится, свободно себя не чувствую. Я уже в пятый раз готовлюсь к паралимпийским играм. И есть с чем сравнить, это очень хорошая форма. Большинство из сегодняшних моделей – спортсмены-плавцы. Им вдвойне приятнее демонстрировать образцы спортивной одежды. Ведь во время выступлений в бассейне принадлежность к государству Украина демонстрирует только флаг на плавательной шапочке. В таком мероприятии я участвую первый раз. Необычное ощущение. Форма достаточно удобная. Организация поездки делегаций на паралимпийские игры – вещь затратная. Чтобы сэкономить, за основу взяли форму испанского производителя и дополнили национальным колоритом. Президент Национального комитета спорта инвалидов Украины лично контролировал этот процесс. Как, впрочем, и все, что касается его подопечных. Традиционно было так, что мы просим кого-то дать какую-то идею, кого-то из дизайнера, потом дорабатываем ее. В этом вообще мы никого не смогли привлечь из дизайнеров. Мы пошли по такому пути, что мы взяли за эталон некоторые формы спортивной одежды джомы. В пределах того, что нам разрешили, мы работали как дизайнеры. Вы видите, что-то получилось. Я не знаю, насколько профессионально, но мы очень старались. Знаете, работали еще с душой. Увидеть сильных духом спортсменов в парадной форме и пожелать им побед в Рио смогут все желающие. 27 августа в 19.00 на Майдане незалежности в Киеве. Елена Дидух, Петр Галка, UATV. Уже готовим следующий выпуск. UATV всегда рядом. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова